Управление благоустройства Ивановской мэрии обнародует текущие планы. Чиновники, которым больше всего вопросов у жителей, собрали представители СМИ, чтобы рассказать, какие городские проблемы на карандаше. В этом году в областном центре будет реализован проект формирования комфортной городской среды. Уже заключено соглашение между правительством области и Министерством строительства и ЖКХ. Город в рамках проекта получит 121 миллион. Две трети суммы пойдут на дворы и одна треть на благоустройство общественных зон, парков, скверов и тому подобное. Хотелось бы обратить внимание, что формирование списка объектов, которые войдут в эту программу, он будет основываться на инициативе жителей. Выбирать территории на основе заявок жителей будет специально созданная комиссия. Минимальный перечень работ уже определен. Выбранные дворы заасфальтируют, там будут установлены лавочки и урны, а также проведено освещение. Информацию о программе можно будет найти на сайте мэрии. Там будет порядок, порядок отбора дворовых территорий для участия в этом конкурсе, порядок отбора территорий, мест общего пользования в целях благоустройства объектов. В настоящий момент данные порядки разрабатываются на региональном уровне, и в срок до 1 марта они также должны будут утверждены, и мы их разместим. На повестке дней грядущих восстановительный ремонт дорожного покрытия. На 2017 год из городской казны на эти цели выделено 52 миллиона рублей. В планах начать первый этап реконструкции улицы Станкостроителей на участке от Некрасова до полигона ТБО. Большие дорожные работы начнутся и на вокзальной площади. Первое – это сети, как всегда, инженерные сети, вынос-перенос. Второе – это перевод и разделение транспортных потоков автобусы в одном месте, троллейбусы. В другом месте, соответственно, будет построено развалютное кольцо для троллейбусов. Асфальтировка и благоустройство. В планах чиновников закончить проект в этом году. Плохие новости для тех, кто боится безнадзорных животных. На стаи бродячих собак все чаще жалуются жители частного сектора областного центра. Торгов на определение подрядчика не было из-за технических проблем. Соответственно, пока нельзя говорить и о желающих контракт на отлов заключить. До второй декады марта вопрос с безнадзорными стаями остается открытым.